Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях Артём. Но, наверное, вам имя Артём ничего не скажет. Артём, расскажи, присутствовал ли ты на вебинарах в прямом эфире? И какой у тебя там был ник, если ты присутствовал? Я никогда не писал. А, никогда ничего не писал, да? Может, одно сообщение за все вебинары? А, ну понятно. Но в прямом эфире присутствовал, да? На первом, самому всё. А, на первом. Всё остальное в записи, да? Всё остальное в записи. Слушай, нам тогда сложнее тебя идентифицировать будет. А в чатах каких-то участвовал? Нет, я вообще максимально скрытим был. Человек-загадка, но он преподнёс нам сюрприз в виде 100 баллов. Это очередное интервью со 100-бальником. В этом году у меня их очень много, 24. И Артём первый 100-бальник, с которым я буду брать интервью. Вот, давай, поздороваемся ещё раз на камеру. Таблицу умножения даже забыл после вуза. Я час на неё потратил. Позор семье. Зачем ты фрайвер сдал назад? Вот это обидно. Я правильно это слово говорю? На 4 месяца. Обожаю. Наш человек. Артём, расскажи, почему ты вообще решил сдавать физику? Как тебя занесло в наше непростое ремесло? Казалось, что пацан должен по-любому физику сдавать. История общества знаний как-то не для этого. Ну, скажи, это Валентины чего? Физика такой супер пацанский предмет. Но, кстати, девушке, надо отдать должное, тоже стали заниматься наибанить. Раньше их было вообще 10%. В этом году их 35%. Я надеюсь, в этом году, в следующем году этот процент ещё вырастет. В школе были ещё такие высокобальники, как ты? Да, у меня друг тоже у тебя занимался. У него 93% по физике. Друг из класса, да? Друг из класса. Ну, жалко, что только один. Так бы ещё много у кого было 90+. Ну, а ещё какие-то причины были? Может, там, я не знаю, в детстве любил лего собирать. Что вообще? Любил собирать. Да? Ну, у меня как-то с математикой хорошо шло. Я поэтому выбрал физику. Понятно. А с русским не очень хорошо, с гуманитарным? Хорошо, я на красный этот закончил. О, у тебя ты ещё и круглый отличник. Ну, красава. А школа сложная у тебя была? Ну, обычная. Общеобразовательная? Общеобразовательная. А сколько физик в неделю? У нас было две. А, две. И два факультатива. А ты вообще из Москвы или из другого? А откуда? Из рабочего посёлка в Нижегородской области. Давай проверим, насколько ты хорошо знаешь физику. Мне тут подготовили вопросики. Ты что-нибудь помнишь? Ну, за месяц уже успел позабыть. Давай тогда проверим. На каком физическом явлении основано появление на небе радуги? Это мы обсуждали. Интерференция. Интерференция. Дисперсия. Преломление света. Равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равна нулю, по какой траектории будет двигаться тело? По прямой. Браво! Правильный ответ. Одно и то же тело плавает сначала в керосине, затем в воде, затем в ртути. Какой жидкости на тело будет действовать наименьшая сила Архимеда? Наименьшая? То есть тело во всех жидкостях плавает? Да. Тогда одинаковое. Браво! Да, кстати. Вот тут мне эти, мои помощники написали ответы и тут написали в керосине. Но, естественно, так как сила тяжести равна силе Архимеда и так как тело у нас плавает, то сила Архимеда в любом случае будет одинаковая. Запомнил на 66,6%. Я считаю, неплохо. Я вот, когда окончил вуз, отформатировал свой мозг полностью. И пришлось учиться складывать и умножать. Таблицу умножения даже забыл. Скажи, пожалуйста, сколько ты потратил времени на подготовку? В какой момент ты понял, что надо готовиться? Ну, начал готовиться еще с 10 класса. У нас недалеко есть университет, филиал МИФИ. И оттуда приезжал преподаватель к нам. Я туда где-то проходил до середины 10 класса. Но мне не понравилось, что он приезжал только один раз в неделю. Этого было, конечно, мало. А домашку давал? Давал, конечно же. То есть после 10 класса у тебя уже была база, да? Механика была прям очень хорошо. Механика шикарно отточена? Шикарно-шикарно. А на Ebonite напрягался или вообще на Изичек все решил? Напрягался, когда были подряд там три веба со сложной частью. Вот с этим надо что-то сделать, но я не знаю, что там по тематике это все. Но мне интересно было, это главное. Поэтому нормально все прошло. Да, ну то есть все равно, хоть и база была клевая, на Ebonite поработать приходилось. Какая-то информация забылась, когда начал заниматься на Ebonite? Или все равно оставалось в голове то, что приходило до того? Ну конечно забывается все. Я в начале мая начал жестко повторять математику с русским. И вот за месяц полностью забыл. Я думал, что напишу физику очень плохо. А, да ты что? Да. Ну и XO помог. А, ну ты на XO записался. XO это, если что, интенсив перед ЕГЭ идет 8 дней у меня. По 6, по 4, по 6 часов там. Я за три дня просмотрел. Но я только с ложку на X2 ничего не решал, просто смотрел. А тест вообще даже не смотрел. А, ну понятно. Ну красава. Да, там многие задачи, по-моему, попались. Не знаю, какой у тебя вариант. Все было знакомо с Ebonite. Только, наверное, одна задача из тестовой части была другая. Где там баки сначала вот так лежит, с керосином, потом по-другому положили. А, слушай, это такая подлая задача. Да. Я там логически когда рассуждал, думаю, но там можно не так понять условия. И тогда другой ответ. Ну у тебя нормально все было, да? Расскажи, пожалуйста, как ты распределял свою нагрузку? Нагрузку. Зимой я просто не любил гулять, потому что холодно. И поэтому ботал. Ботал каждый день. А спортом занимаешься? Как в десяток у вас пошел, закончил. Жалеешь? Жалею. А чем занимался? В тренажерный зал ходил, натурнички, легкая атлетика. А, ну красава. Приходилось ли не спать ночами или распределял время так, что получалось? Один раз я только не спал долго ночью. Это когда был последний зачет по механике. Я просто, меня как-то уже этот раздел достал. Я решил прям полностью его сделать. Я тогда в три часа ночи лег. У меня даже кровь из носа пошла. Когда я решал, да. Видите, с какой болью достается 100 баллов. Если человек как следует спит, то он получает высокие баллы. Да. А если он не спит и обсирается, извините за слово обсирается, то результаты будут хуже, потому что здоровый сон помогает хорошо усваивать информацию. Перед ЕГЭ как ты себя чувствовал? Нервничал или не нервничал? Вот за неделю до, когда я понял, что месяц не занимался и забыл все, я нервничал. Но вот с ИКСО более-менее стало, так это, ощущал себя лучше. Пришел, посмотрел, увидел, что из второй части все решалось и выдохнул. Я за два с половиной часа экзамен написал. А, два с половиной... То есть ты даже не задумывался, просто на автомате писал, прям все знакомое было, да? Ну да. Ты еще сдавал, получается, русский и математику, да? Математику и физику, и все. А на русский, когда шел, тяжко было? Давался мне тяжелее всего, потому что к нему не готовится большинство. Я так только последний месяц усердно работал над ним. А на сколько сдал русский математик? 87. А математику 84. А, ну слушай, ну все равно круто, это в сумме сколько? У меня в сумме 271, считай, вот с физикой. С допами 281. Ну и вот скажи, пожалуйста, вот многие ученики, всякие приметы и суеверии, верят в них там и соблюдают как-то... Ты что-то из этого делал перед экзаменом или нет? Вообще ничего. У меня одноклассники давали учительнице ручки подержать, но я этого не делал. Не знаю, как-то нет смысла. Главное суеверие на аватарку меня поставить. Поставил, да-да-да, вспомнил. Ну все, это сработало, получается. У тебя было там Саня на авиасотке в кармане? Не помню, там что-то было где с иконой вот так вот. А, ну все, икона сработала. Хоть и осуждаем богохульничество в каком-то смысле. У нас с вами новый интерактивчик. Как вы видите, у нас на столе появились всякие инструменты. И мы хотим проверить, насколько Артем Технарь, знает ли он название этих инструментов или нет. Ну, на самом деле, в этом конкурсе я бы тоже мог проиграть, но наказание в любом случае выполнять тебе. А, еще и наказание будет. Ну, а как еще? Это же конкурс. Но признание будет. Плохой конкурс. Только наказание. Хороший тамадрик конкурс интересный. Так, что перед тобой? Не знаю, что-то на цирку и похоже. Ну да, похоже на цирку. Но я хз, как эта штука называется. Я помню, что, знаешь, во всяких пиратских фильмах, там, когда они ищут карту сокровищ, они вот так вот эту штуку складывают, такие делают что-то шаги. Кто знает, как это называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, думаю, это зачитаем. Наверное, я не буду, да, засчитывать, что это ты проиграл. Так, как эта штучка называется? Штангенциркуль. Вау! А как им пользоваться, знаешь? Нет. А я вот, кстати, знаю. Вот смотрим, куда падает первый указатель, а потом смотрим, где вот какая-то из этих палочек совпадает с линейкой сверху. 0,67. То есть вот эта толщина 0,67 сантиметров вот этой штучки. Понял? Ну, если не понял, пофиг. Что это такое? Ну, если там шесть граний, то шестигранник. Правильно, это шестигранник из Икеи. Это что? Напильник. Напильник. Браво. Это? Отвертка. Отвертка, но, видишь, горит на чужине отвертка. Может, для электриков что-то. Как называется эта штука для электриков? Не знаю, у меня папа электрик и брат. Позор себе. Стыдно. Что? Чтобы напряжение измерять. Ну, она не измеряет напряжение, она вообще тестирует, есть ли там напряжение. Она вообще, как называется это? Винт какой-то. Это? Ключ разводной. Разводной ключ. Шайбочка. Правильно. Шайбочка. И последнее. Остренький. Остренький. Если остренький, то саморез, наверное. Все. Браво. Тест на технаря пройден. По крайней мере, не хуже меня знает. Давай теперь поговорим, что было после того, как ты написал экзамен. Вот как ты ожидал результат? Что ты испытал, когда узнал результат? Как ты узнал? Во сколько ты узнал результат? Очень интересно вот эта вот эмоциональная составляющая, чтобы ребята как-то воодушевились и тоже захотели это испытать. Ну, я знал, что я напишу где-то 90. Думал, что мне, конечно, там придерутся и снимут баллы за всякие косяки во второй части. Может, пару ошибок в первой части, потому что я никогда до этого вроде бы не делал без ошибок полностью. А, это была первая сотка, да? Да. А пробники на ибаните были там на 90+, да, в основном? Да, самый большой 95. Это было не на ибаните, это там вуз один приезжал, проводил. А самый худший был какой? Да, пробник на ибаните. Не знаю, последние два не писал, а до этого, наверное... Ну, баллов 85, может. А, ну это неплохой, самый лучший. А из-за какой задачи больше всего волновался? Из-за какой? Да таких не было. Там просто вот говорю, что в каждой задаче по мелочи можно было придраться. Я ждал результаты до последнего, узнал где-то в 2 часа ночи, мне сразу друг написал, ему пришли, я начал госслуги обновлять, а у меня их нету. Позвонил другому другу, который сдавал физику, мы с ним болтали, я обновляю, обновляю, вижу там 100 баллов. Ну, так, чуть-чуть покричал. Ну, сердце так сильно забилось, мне прям даже как неожиданно было все-таки. Записывал реакцию или нет? Не записывал. Как жалко. А родители разбудил? Разбудил, у меня папа полночи кричал. Ну и что тебе рассказали учителя, одноклассники, когда узнали, что ты стобальник? Ты вообще первый стобальник в истории школы или... По физике, да. Да? Были до этого только по-русскому. А, гордость, наш человек. Вот, ну, что они сказали тебе? Ну, одноклассники, как просто поздравили, рады были, конечно же, учителя, тоже каждый по-разному. Кто-то до сих пор ничего не сказал. Учительница по физике сказала, что я мечту исполнил. А там как-то премируют преподаватели у вас? Ну, думаю, да. В общем, суммарный балл у тебя просто космический. А куда поступать-то будешь? Ну, я уже подал в Бауманку, подал в МИФИ. Мне позвонили, я сегодня аттестат везу. В МИФИ. В МИФИ? Ну, наверное, правильный выбор. А какой факультет, какое направление? Атомные станции, эксплуатация, инжиниринг. Вроде бы. Е-е-е. Ну, слушай, ну ты пошел в МИФИ, то ради вообще чего МИФИ существует, по сути? Ну, я хотел в Бауманку так-то в основном. Да? А, слушай, а я не знаю, мне кажется, это такие равносильные вузы. А почему именно Бауманка тогда? Я видел, видел про нее, посмотрел, понравилось. Там еще есть это, школа молодого Бауманца вроде бы называется, когда на пять дней вывозят в лес. Ну, вот это интересно поучаствовать. Ну, в МИФИ, кстати, тоже есть, у них там есть лагерь на севере, по-моему, на Волге. Вот. И мы в этот лагерь так периодически с женой ездим. У нас там друзей просто из МИФИ много. Там это все тоже есть. Ну, хотя Бауманца тоже прикольно. Не знаю, мне и то, и то нравится. Ты знаешь, как выбирать между Мерседес и БМВ. И то, и то суперкруто. Но приятно, что у тебя есть такой выбор. В общем, ты будешь, получается, жить в общежитии в любом случае. Да, но я еще не сто процентов решил, что в Москву как-то здесь слишком все быстро происходит. А что быстро? Ну, не знаю, я приехал, так как-то необычно все какое-то гигантское. Не знаю, но мне вот Москва очень нравится. Хотя, ну, замечательных городов много. Мне вот еще нравится Казань. Наверное, на втором месте. Екатеринбург. Ну, Петербург тоже. Ну, я, может, еще в Питер подам. У меня там друг учится. Уже заканчиваю. А в Питер куда? Он в Лати, он мне посоветовал. Раз ты, получается, будешь жить в общаге, давай проверим, насколько ты готов к студенческой жизни. У меня есть сленг. У меня есть список слов, которые используют студенты в своем обиходе. Я лично эти слова слышу впервые, многие. Но давай проверим, насколько их знаешь ты. Деловка. Без понятия. Студенческая задача или проект. Полушарик. Студенческое жилье, обычное общежитие. Подобраз. Педик. Не знаю. Ну, Педик я знаю. Это, оказывается, студент педагогического факультета. Довольно-таки обидно для педагога. Колпак. Не знаю. Коллоквиум. Я даже не знаю, что такое коллоквиум. Ну, это что-то промежуточное между экзаменом и, ну, просто обучением. То есть в течение, там, первого полугодия, там, через три месяца ты можешь коллоквиум сдавать. Ну, типа, теорию сдаешь. Понял. По тому разделу, который прошли. Баклан. Бакалавр. Ну, да. Можно было догадаться. Фрайвер. Студент, который постоянно находится в состоянии усталости от учебы и недосыпания. Это я в школе. Зачем ты фрайверу сдал назад? Так. Костыль. Временное решение или способ обхода проблемы, который не является оптимальным или эффективным. А почему это вообще к студенчеству относится, интересно? Ну, гос, это знаешь. Экзамены? Может, не надо? Да, да. Государственные выпускные экзамены. ВКР. Не знаю. Выпускная квалификационная работа. Ну, я такого тоже не знаю. Такс. Ну, что ж. Тест не пройден. По-моему, только госу угадал. Да. Тебе теперь нужно выполнить наказание. Наказание заключается в том, что ты должен позвонить своему другу, знакомому или родственнику и сказать, что ты на самом деле обманывал его по поводу сотки. Что просто ты хотел понтануться, а на самом деле у тебя 50 баллов. Трудно быть, потому что я всем так-то скрины скидывал. Скажи, что подделал. У меня, кстати, прикинь, в личку, в телегу написало 4 стобальника, которые подделали 100 баллов. Ну, я догадывался, что такие будут. Да. И мы, ну, когда первого нашли, мы стали сразу всех проверять. Ну, там очевидно было, знаешь, у чувака там 56 русский, 58 математика, и тут физика 100. Ну, не бывает такого. Это что за бред? Ну, дяде позвонил. Ну, если что, мы это обрежем, да? Дядя переживил. Он может шутить не смешно и много мата будет. Это мы любим. Вот другу сейчас позвоню, если не на работе. Он как раз учится в филиале МИФИ. Давай. Алло. Алло, привет. Максон, что делаешь? Привет. В котловане стою. В котловане? Да. Это, я тебе хотел сказать, что, помнишь, я так-то физику на сотку типа сдал? Да. Ну, на самом деле, не на сотку. Чё? Не на сотку? Не на сотку. Ну, у меня там 99. Я просто эти скрины, код элемента поменял и сделал скрин. Абонент, с которым... Он с тобой не хочет больше разговаривать. Всё, потерял друга. Ну, всё, он тебя вычеркнул из друзей. Прости. Минус друг. Минус друг. А теперь скажи, пожалуйста, были ли какие-то смешные у тебя истории в ходе подготовки? Да смешного не было. У меня вот одноклассник сдавал физику, мы приходили на факультатив, мы с другим хорошо шарили, а он не очень. Ему учительница просто каждый раз говорила, Серёжа, формулу-то учить надо, и это просто в локальный мем переросло. Что мы просто так эту фразу начали говорить, да. Она вот что угодно там начнёт на любую тему говорить, и в итоге сведёт к тому, что Серёжа, формулу учить надо. Кстати, фразы в корне неверные, формулу учить не надо. Их надо использовать, и потом они сами у тебя в голове остаются. Если бы ты сейчас перенёсся в прошлое, ты что-нибудь поменял бы в своей подготовке? Или ещё шикарно? Да, я просто зимой забил на математику. А на сколько ты забил зимой? На 4 месяца. На 4 месяца? Слушай, это уже не зимой. Это уже больше, чем зима. Зима просто короче. То есть ты, получается, именно по математике почему-то жёстко выгорела. Какой у тебя раздел подкосил? Геометрия. А, стереометрия или планиметрия? То и то. А, и то и то. А русский? Ну, русский, я так, у нас очень сильная учительница, она и ЕГЭ ездит проверять, и на всякие курсы. Я только благодаря ней и подготовился. Ну, что-нибудь поменял бы в подготовке к русскому? Ну, может, побольше времени сочинений уделять. И мне в этот раз сочинение подкосило на самом ЕГЭ. Да? А тестовая часть у тебя правильная была? Одна ошибка у меня там была. Надо было к Оксане пойти. Что ж ты так? Хотя бы там, не знаю, на марафончик. Ну, лучше, конечно, на полноценный курс. На Гуляку. У неё курс Гуляка называется. Вот заодно ещё прорекламировал Оксану. По ссылочке в описании можете записаться и на её курс тоже. Вот по-русскому мне было бы лень заниматься. Потому что неинтересно. Вот математика с физикой — другое дело. Ну, не, ну вот, кстати, всё-таки интересно. Вот я, знаешь, у меня вот незакрытые гештальты остались. Я правильно это слово говорю? Из школы. Что я вот какие-то правила не понял там в седьмом классе. И так и не понял их всю жизнь. И мне хочется понять. А как думаешь, реально ли было подготовиться там не за год к физике, а, не знаю, там за три месяца, как многие хотят? На балл в 60, я думаю, возможно. Ну вот да, вот именно, на 60. Хватит вам 60 баллов или нет? Ну, это уже другой вопрос. А на 100 надо сколько готовиться? Не знаю. Я считаю, в конце 10 класса пробники решал на 66. Ну, тестовые части иногда 25. Наебаните чисто эту вторую часть я. А, ты по тесту даже уже... Не, почему? Я занимался, конечно, но там было довольно-таки все просто. Ну, слушай, вот это очень правильно. Вот не надо звездиться. Типа, я такой крутой, все решаю в два счета. Когда вот это вот начинается звездная болезнь, то потом появляются там 80-бальники, которые вторая идеальна, а в тестовой по ноляпали ошибку. Ну, я все Димитову прорешал. Все 36 там было вариантов. 30? 30 вариантов. Я потом еще себе 10-ти вариантовую версию заказал, но там только два успел. Ну, красава. А мои разборы смотрят? Смотрел, когда я не понимал, как это сам сделать. А по какому предмету было тяжелее всего готовиться тебе? Ну, готовиться по математике. А сдавать русский. Ну, по математике там как-то все довольно-таки просто было. Ну, просто я бы не сказал, конечно. Ну, тестовые части 12-14 довольно-таки простые были. А, ну это-то да. В этом году, конечно, экономическая была посложнее. Ты ее сделал? Я ее сделал, но неправильно. А, неправильно? Я час на нее потратил. Вот это обидно. У меня такая интересная рубрика. Запустить что-то. Можно пойти не в то направление, не то изучать. Ну, или то, чего нету. Да. А, ну, допустим, в физике очень много чего там проходится. Написано там в Касьянове каком-нибудь момент инерции. А он тебе не нужен. Это только в УЗИ тебе понадобится по большому счету. Спать. Насчет сна. Сколько надо спать? Не знаю. Я спал ночью и спал днем. Прямо после школы. А, вот так. Я после школы приходил и вырубался. Я один раз проспал 6 часов после школы. Нормально. А ночью 5 часов? Нет. Ночью ложился в 12. Нормально? В 11. Ну, ты, короче... Я уставал слишком в школе. Ну, откладывать на потом. Во! Отличный способ. Ничего. Накопить долги и потом забить. А, знаешь, у меня был ученик, который вылетел сначала с годового курса, потом вылетел с полугодового, потом с марафона, потом со второго марафона, потом с третьего марафона, и потом с X уже нельзя было вылететь. Он купил все мои курсы за этот год. Насколько сдал? По-моему, на 65. Ну, он измором взял экзамен. Ну, а теперь хорошие советы. Вот чисто от души, чтобы вот люди наставились... Чтобы наставить людей на путь истине. Пойти к Сане. Все просто. И все ваши проблемы решены. Итак, Блиц. Я задаю вопрос коротко. Ты отвечаешь не обязательно коротко. Поехали. ЕГЭ или вступительный в вузах? ЕГЭ. Сдать все ЕГЭ на 50 или сдать все ЕГЭ на 100, но иметь возможность пойти в вуз только через два года? Второй вариант. После универа работать по специальности на средней должности или не по специальности на высокой? Не по специальности, но на высокой. Совмещать работу с учебой, научиться только на тройке или не работать, но быть круглым отличником? Первый, наверное. Красный диплом бакалавра и синий магистра или синий диплом бакалавра и красный магистра? Второй вариант. Ну да, там сначала бакалавр, потом магистра, если что. Быть вынужденным пересдавать все ЕГЭ или попасть на две пересдачи в универе? Я не знаю, каково это попасть на две пересдачи. У меня каждые полгода была пересдача. Ну, значит, второй вариант. Дошик или пельмени? Самое важное. Пельмени. Обожаю. Замечательно. Ну что ж, Артем, ты думаешь, что ты просто так приехал? У меня для тебя есть подарок. Это мини-колонка Яндекс. Спасибо большое. Вот, что ты будешь на ней слушать? ETL. А, ты фанат по рэпчику. А что еще слушаешь, какой рэпчик? Тенейджа, Скриптонита, Мияги. Сделаешь нам подборочку своей любимой музыки? Сделаю. Спасибо. Я не знаю, можно ли это прикрепить в описании, но постараюсь это сделать. С вами был рэпер, стобальник, да и вообще замечательный человек Артем. Спасибо, что пришел. Вам спасибо, что позвали. Красавчик.